О мерах профилактики укусов клещей и всевозможных способах защиты от этих маленьких кровососов сегодня знает каждый. Собираясь в лес, парк, дачу или на другую любую зеленую территорию, где могут атаковать паразиты, нужно одеваться соответствующим образом и пользоваться репеллентами. Но порой даже эти методы не помогают обезопасить себя от укуса членистоногих. Так ли страшен клещ, как его рисуют? Страшен, но не укус. Это по сути мелочь. Опасность кроется в вирусе. Если встречи с клещом Тетатет все же избежать не удалось, обязательно ли нужно сдавать насекомое на платный анализ в лабораторию? Нет. Самое главное – незамедлительно обратиться к врачу. Он назначит антибактериальную терапию. Лечение эффективно в первые трое суток после укуса. Обратиться по месту жительства в поликлинику, где этого клеща вам снимут. Затем вы приходите на прием к своему участковому педиатру. Доктор назначит вам профилактическое лечение в виде антибиотикотерапии. А затем по желанию родителей этого клеща можно будет сдать на исследование. Это не обязательно, совершенно не обязательно, потому что любого клеща мы заведомо считаем зараженным. Поэтому в любом случае антибактериальная терапия будет назначена. В Бресте районе места массового отдыха, парки, леса, аллеи, зеленые зоны всегда под контролем эпидемиологов. Но от встречи с кровопитцами не застрахован никто. В городе наибольшее число укусов зарегистрировано на территории Красного двора. В районе опасными оказались леса в окрестностях поселка Муховец, деревень Мотыкалы, Тельмы, Приборово, Щебрин. Так что прежде чем отправиться на прогулку, не забудьте вооружиться специальными средствами защиты. Пока будет вот эта погода теплая. И с учетом небольшого снижения температуры, то есть клещи не активируются. То есть когда очень жарко, им тоже не очень хорошо. А в данных погодных условиях они себя чувствуют лучше. Поэтому меры профилактические следует продолжать соблюдать. Виктория Нищаева, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ.